В Славянском районе очень много активной и неравнодушной молодёжи. Молодые люди проявляют себя в самых разных направлениях. Заботятся о сохранении военных мемориалов, помогают пожилым и инвалидам, занимаются спортом и творчеством. Именно за ними будущее края и страны. Теперь все они станут частью одного большого всероссийского движения детей и молодёжи. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета призвал глав регионов оказывать всестороннюю поддержку новому движению первых. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с участниками этого движения. Он сказал, что будут созданы необходимые условия, чтобы молодые кубанцы смогли найти единомышленников и вместе добиться успеха. Волонтёры и активисты, казачаты и юноармейцы, лидеры ученического самоуправления, молодые депутаты, те, кто словом и делом содействуют реализации государственной молодёжной политики, собрались в зале Славянского управления по делам молодёжи на торжественное мероприятие, посвящённое открытию в нашем муниципалитете первичного отделения Всероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых». Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко поддержал инициативную молодёжь, готовую объединиться для достижения высоких целей. Позиция нашего президента, что такая организация должна быть создана, она должна объединить все ресурсы любых направлений молодёжной политики, и всё-таки я уверен, что за ней серьёзное хорошее будущее. Мы можем влиять, можем настраивать себя на работу в новых условиях, и мы строим сами вместе с вами, будем строить эту организацию. То есть сегодня вы влияете на механизмы управления, и у каждого из вас в силу ваших серьёзных задач, серьёзных способностей появится в руках возможность творить новое, творить будущее. Начальник районного управления по делам молодёжи Олег Смольников приветствовал всех участников торжественного события, подчеркнув, что новое движение – это новые большие возможности для развития. Сегодня мы объединяем самый главный ресурс нашей страны – это молодое поколение, которое сегодня дерзкое, активное, стремительное, имеющее огромный потенциал, и когда все эти усилия объединить в одно молодёжное движение с одним пульсом, с одной идеей, с одной идеологией даже, будем так говорить, это великого стоит. Ну и всё великое начинается с малого, конечно, с маленьких первичных отделений, где при молодёжных центрах, при образовательных учреждениях формируется первичное отделение, где молодёжь объединяется самых разных видов увлечений, и патриоты, и волонтёры, и творческая, и спортивная общественность среди молодёжи. Это, конечно же, классно. И наша задача управления по делам молодёжи, молодёжных центров – поддержать все инициативы. Движение объединит все молодёжные организации района. Председателям первичной организации движения первых на базе молодёжного центра «Континент» собравшиеся активисты выбрали учащуюся школы номер 16 председателя районного школьного ученического совета Анастасию Ковтун. Она давно уже в гуще молодёжной общественной работы и уверена, что всё должно получиться. Я достаточно легко нахожу общий язык с молодёжью, очень люблю с ними работать, набираюсь опыта, так и от старших, так и от младших. И я надеюсь на благотворную работу. И я очень счастлива, что появилось такое направление, которое соберёт всех вместе, и мы будем совершать большие открытия, двигаться к чему-то новому вместе. Современная Россия предоставляет молодёжи в жизни возможности реализоваться, стать успешными. Но чтобы всё это получилось, нужно создать условия. У молодёжных активистов есть надежда, что новое движение будет способствовать прогрессу. Мне нравится, что движение первых позволило школьникам выражать своё мнение в свободном порядке. Мне нравится, что теперь мы можем как-то привлекать их к себе, мы можем рассказать им про наши будущие профессии, про наши идеи, стремления, чтобы после нас, когда мы пойдём работать, выпустимся, были люди, которые продолжат наше дело. Мы, молодёжь, на самом деле одобряем новые движения, нововведения, особенно когда это объединение много разных направлений. Мы считаем, что сейчас это как никогда важно – объединиться, набраться новому, получить новый опыт. Участники мероприятия определились с направлениями предстоящей работы, планами и целями, приоритетами получения качественного образования, участия в культурной жизни, волонтёрства, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрана природы. И всё же главным в работе Славянской первичной организации собравшиеся выбрали патриотическое направление. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».